Привет, ты в мире капюшона! А сегодня опять обзор настольной игры от Лего, на этот раз это будет Лабиринт Минотавра. Игра рассчитана на двух, трех или четырех человек и занимает от 20 до 30 минут, хотя если играть вдвоем, то и в 20 минут можно уложиться. На главной стороне коробки, как обычно изображен вид настольной игры и адаптированы под нее мини фигурки Лего и вот такой грозный Минотавр. С задней стороны, то же самое как и на всех предыдущих играх, внешний вид настольной игры, ну и небольшие фотографии самой игры, а также синапсис. Могучее мифическое чудовище Минотавр охраняет секретный храм, спрятанный в глубине лабиринта. Первым проведи своих героев в храм, избегая встречи с Минотавром и искусно воздвигая стены, чтобы задержать своих соперников. Как обычно в наборе было две книжки, это инструкция и правила. Инструкция, как обычно, состоит из шагов по сборке и рекламы других настольных игр из сайта Лего Клаб. Ну и на обратной стороне, так же, кстати, как и на настольной игре с пирамидой, реклама наборов, которые выпускались в это время. Правила игры точно такие же, по сути, как и в той же настольной игре с пирамидой. Точно так же сзади реклама других настольных игр. Правила на восьми языках. Все как обычно. Ну и перед тем, как перейти к самой настолке, хочу сказать, что при сборке самой игры использовалась вот такая вот картонка. Нужна она была для того, чтобы понять, как собирать по инструкции. То есть не просто выставлять эти кубики, а вот так нужно было приложить и в свободные ячейки ставить кубики. Это даже в инструкции вот так выглядело. То есть просто кладем и ставим. И потом то же самое зеркально со второй половиной игры. Ну и по правилам игры. Как обычно начинает самый младший игрок и бросает кубик. Если выпадает грань с цифрами, то он берет любого своего игрока и передвигает на, допустим, выпало пять. Он передвигает на пять ячеек. Передвигаться можно только по горизонтали или по вертикали. По диагонали нельзя. Цель игры довести двух из трех своих фигурок до храма в центре. Но сложность заключается в том, что если выпадает серая пластина, то можно взять вот такую деталь с края лабиринта и поставить в любое место, чтобы заблокировать путь противнику. А если выпадает черная грань, то можно передвинуть минотавра на восемь клеток. Если минотавр доходит, например, до фигурки, фигурка сбрасывается на самое начало и начинает с нуля. И так как цель довести две фигурки до центра, то одну можно использовать как приманку. Игра на самом деле намного проще, чем та же пирамида Рамзеса. Легка в освоении и... Ну, по сути, здесь сложностей вообще никаких нет. Можно даже модифицировать и играть двумя командами. Например, один играет красными-желтыми или красными-синими по диагонали. Другой, соответственно, другими. Если играть вдвоем. Если играть втроем, то просто то же самое. Выбирает кто-то свою команду и играет. По инструкции же можно модифицировать правила следующим образом. Вместо тройки поставить вот эту зеленую панель. И, например, если... Фигурка упирается сюда, то есть в преграду. Она может походить сквозь нее, то есть выпала три. Ну, то есть зеленая панелька. И он может походить следующим образом. Раз, два, три. И двигаться дальше к центру. Опять же, правила можно модифицировать как угодно. Можно сделать, чтобы если выпадала черная фигурка, например, договориться и ходить не на восемь клеток минотавром. А на десять клеток. Да и вообще тут, как и в любых других настолках, можно хоть сколько модифицировать. Можно изменять поле. Можно делать куда более сложные лабиринты. На самом деле можно даже, если подобрать детали, сделать как-то двухъярусный что ли лабиринт. И это будет очень интересно. Хотя игра затянется, мне кажется, надолго. Что касается деталей, то, ну, сами видите, все детали здесь налицо, как сказать. Ключевым, как и предыдущие настолки про пирамиду, про, в принципе, любую настолку. Это пластина и фигурки. Здесь пластина на этот раз уже зеленого цвета. Ну и как детали это тоже очень выгодно. Хотя здесь только кубики в основном. И тайлы. Что касается минотавра, он тоже здесь сделан очень символично. Думаю, каждый может сам построить такого маленького минотавра у себя дома из своих деталей. Ну а мини-фигурок, микрофигурок, здесь 12 штук. Четыре команды. По три человека. И все выглядят как римляне, спартанцы, афиняне, гладиаторы. Ну, можно так сказать. В целом, очень прикольно. Можно использовать для каких-то самоделок в мини-масштабе. Выглядят очень интересно. Что ж, такой вот набор, такая настольная игра. Как по мне, очень удачная. Простенькая. Хотя и считается как бы из больших настольных игр. Я бы дал ей как раз пятерочку. Просто потому, что она очень простая и легко осваивается. Не нужно сидеть и либо придумывать правила, что-то новое. Либо запоминать, как, что, кто ходит. Здесь все очень просто. Как набор деталей. Можно сказать, что средне, потому что в основном это кубики. Но пластина это всегда будет полезно. Да и микрофигурки здесь интересные. Да и как и времяпровождение с друзьями, с родными. Это очень интересно и очень полезно, я считаю. Ставь лайк, если понравился настолько, понравился ролик. Пиши комментарий, что думаешь об этой игре. И какие настольные игры есть у тебя. А я пойду искать новые наборы, старые наборы. И строить самоделки для следующих роликов. Там мы увидимся. Пока.